Мы всю жизнь учимся, учимся, учимся. Мы знаем, что где-то мы реализуемся, правильно? Мы всегда должны быть к этому готовы. Это касается карьеры, это касается спорта, семей. Ты всегда должен быть готов. Молодежь, что они дремлят, и вообще результаты в мире армлифтинга, они не стоят на месте. Я считаю, что в разумных пределах, при грамотном подходе силовые очень даже помогают обеспечить женственную фигуру, стройность. Потому что без силовых мы никогда не укрепим наш мышечный корсет. Мы никогда не наберем форму тот тонус мышц, который нам нужен для нашей красоты. Ирина, как пришли в профессиональный спорт, и, насколько я помню, это произошло в осознанном возрасте? Да, более чем в осознанном возрасте. Пришла, потому что всегда хотела реализоваться, всегда хотела чего-то добиться, достигнуть в этой жизни. И, в принципе, мне это помогло. Потому что спорт всегда дисциплинирует спорт, дает здоровье, красоту. И позволяет в любом возрасте выглядеть прекрасно. А почему силовые виды спорта? Вы знаете, я искала направление, чтобы где-то в чем-то реализоваться, надо подбирать такой спорт, который подойдет тебе по генетике, по твоим направлениям, по твоим предпочтениям каким-то в спортом. Да, видимо, да. У меня предки были тоже сильные. И как-то проявилось, что в этом виде спорта люди увидели тренера нашей задатки, как-то разглядели. И получилось, попробовала, реализовалась. Ну, до спорта вы тоже чем-то занимались? Сфера деятельности ваша какова была? Я далека был вообще от спорта. Я по образованию экономист международник, поэтому в спорт, в зал я вообще пришла для оздоровительных целей, для фигуры, для здоровья. В основном, конечно, это позвоночник, спина, все общекрепляющее. Но, находясь в такой остановке, где одни чемпионы, где соревнования, постоянные медали, все-все, как-то всегда манила, притягивала. Вот как же, как же. И вот вы переключились, вас заметили. Как это произошло? Да, произошло у нас. Наш руководитель Николай Данилович узнал о том, что существует такой вид спорта. У нас здесь спортсмены стали приходить, тренироваться, выступать. Появилось оборудование, мы приобрели оборудование для армлифтинга. И Николай Данилович стал проверять, у кого, как, какие задатки есть, у кого, что. То, в частности, вот предложил попробовать. Я попробовала. Хороший вес, достаточно неплохой, от начала подняла. Все, он предложил поехать, как раз проходил в Горзуфе чемпионат Украины, выступить, попробовать. Вот мой первый чемпионат Украины в 2011 году состоялся. Я выступила, заняла первое место довольно неплохо. И уже оттуда пошел старт. Я стал готовиться на мир в 2011 году в Екатеринбурге. И уже дальше, потом в течение пяти лет, все соревнования, какие были по армлифтингу, по нарастающей, выполняла нормативы. Я себе поставила сразу цель, что надо, если это норматив, то это должен быть мастер спорта международного класса. Если медали, то это обязательно в тройке, там, не всякого, лучше первая, да, там. Ну, в общем, вот так по нарастающей, по нарастающей, в течение, там, пяти лет, все чемпионаты мира, все, и довольно-таки, я считаю, что неплохо. На сегодняшний день самые главные ваши достижения и самые главные титулы. Самое главное – это я двукратная чемпионка мира. Я выступала в супертяжелой весовой категории, выступала в самой легкой весовой категории. Два раза золото, вот, и три раза серебряные, наверное, на чемпионатах мира. И также на, вот, когда я была в тяжелой весовой категории, довольно-таки плохие у меня были рекорды мировые. То есть, там сейчас такой вес, который, в принципе, еще немногие могут к этому весу подойти. Поэтому я довольна, это вот такое достижение очень. Ну, естественно, что я выполнила норматив мастер спорта международного класса. То есть, то, что было намечено, оно все реализовано, вот так, как поставила цель, так получилось. Как считаете, в таком вот силовом виде спорта главное – гены или усилия, желания? Мне кажется, все-таки 50% генетика должна быть, 50% – это усилия, да, наполовину. Ну, естественно, грамотное руководство, грамотное направление тренера, подготовка спортсменов. У нас это все нам повезло, у нас клубы-то все развито. То есть, есть грамотные специалисты, которые тебя направят, подскажут, как, что. Все оборудование, что есть – это тоже очень важно, когда есть материальная база, которая полностью соответствует, чтобы спортсмен не отвлекался и мог готовиться. То есть, ты не беспокоишься о том, что этого не хватает, того-то готова полностью все, тренажеры, там необходимые накладки, все, что есть – это тоже очень важно. Без материальной базы я считаю, что спортсмен, ну, одного желания мало. Нужно иметь базу, где готовиться. Существует такое мнение, что женщины, которые занимаются силовыми видами спорта, они становятся похожи на мужчин. Мы воочию видим, что вы женственная, обаятельная, сохранили это все. Как вам это удается? Вы знаете, мне кажется, все-таки это ошибочно, что силовые виды спорта в разумных пределах… Я говорю, стереотип это да. Да, да, это стереотип, потому что силовые виды спорта… Женщина сама формирует свою фигуру. Вот как ей нравится, она подбирает те веса, она выступает в тех дисциплинах. И, может быть, женщине нравится быть крупной, да, там, с большой мускулатурой. Это ее личный выбор, это так она себя видит. Я считаю, что в разумных пределах, при грамотном подходе, силовые очень даже помогают обеспечить женственную фигуру, стройность. Потому что без силовых мы никогда не укрепим наш мышечный корсет. Мы никогда не наберем форму тот тонус мышц, который вот нам нужен для нашей красоты. То есть одной аэробной нагрузки этого недостаточно. Должны быть еще всегда силовые, чтобы ты выглядел качественно, подтянута, стройно. То есть все мышцы были в тонусе. Это очень важно. И самое главное, конечно, это наш позвоночник. Мышечный корсет вокруг него, он обязательно должен быть в тонусе, тогда у нас все будет отлично. Самый большой вес, который вы сможете поднять? В своей дисциплине самый большой вес, который я поднимала именно на ручке Rolling Thunder, это 76. Если ося полон-аксель, то у меня 90 кг на соревнованиях, но в тренировочном процессе 100. Ну, я думаю, что были задатки, конечно, идти дальше. И тренера настаивали, ну, как бы, захотела уйти в более легкую категорию, поэтому там чуть другие веса, но я думаю, что все хорошо подготовятся за сотню иду. Еще планируете выступать? Может быть, я не исключаю эту возможность, да. Спортсменов бывших не бывает, рано или поздно. Нет определенной планки, которую вы достигли, да, и все. Нет, нет, все, каждый, вы знаете, молодежь, она не дремлет. И вообще результаты в мире армлифтинга, они не стоят на месте, поэтому люди идут, подкрадываются, выступают, проводятся чемпионаты уже Европы, мира. Там сильная американская сборная, финны очень сильная. Есть к чему стремиться, есть к чему готовиться, поэтому результаты не стоят на месте. А пример для подражания, кто-то был у вас? Очень сильная была спортсменка, да, вот мы с ней сражались на чемпионате Украины, она у нее выиграла, вот, Людмила Гайдученко. Конечно, у нее очень силовые вообще показатели, сумасшедшие. Как бы, потом мы с ней встречались в Ялте на чемпионате мира. В соревновании женщина отличила жительница Днепродзержинска, рекордсменка Украины Людмила Гайдученко. В Ялте чемпионка почти на 10 килограммов превысила рекорд мира, принадлежавший спортсменке из Финляндии. Одной рукой Людмила подняла 78 килограммов. Жительница Симферополя, призерка прошлогоднего чемпионата мира Ирина Постникова, составила ей достойную конкуренцию. Она стала второй в абсолюте. В весовой категории у женщин свыше 60 килограммов Постникова завоевала золото. Чем вы сегодня живете, помимо спорта? Спортом. Спортом работаю, да. Я очень люблю свою работу, мне нравится, я персональный тренер. Я получаю удовольствие от того, что спорт как-то и здоровье пропагандирую, так скажем. И своим трудом помогаю людям стать, может быть, чуть стройнее, может быть, чуть увереннее в себе, как-то лучше. Мне нравится видеть, как человек пришел в одной форме от меня, он уже идет в другой форме. Ему нравится, он себя чувствует по-другому, расцветает даже где-то. Есть те, кто пришел, увидел ваш результат как спортсмена и говорит о том, что я тоже так хочу? Есть. Вы знаете, несколько девочек было, да, которые хочу, но что-то где-то на полпути останавливается, где-то что-то не хватает, чуть-чуть характера, да, потому что очень тяжелый вид спорта в каком плане, что вот мелкие мышцы всегда, они как-то прорабатываются, прокачиваются дольше, проблемнее. Это нужно упорство, это нужно действительно этого хотеть. Чтобы в этом виде спорта быть, этого надо хотеть, этого надо добиваться, надо мучительно, очень больно, тяжело, но надо, если есть желание. Ну вот профессиональный спорт, он в любом случае влияет на состояние здоровья, да, и не всегда положительно. Травмы были у вас? Были травмы, конечно, да, были травмы. Спина, были там немножко руки. Ну, без этого никак, это же спорт. Тут надо уже как-то, или ты себя весь посвятила этому, ты терпишь тем учения. Если бы это был такой легкий труд, наверное, все были профессиональными спортсменами и чемпионами, а так это, возьмите даже олимпийские игры, это единицы становятся, кто вообще таких условий добивается. Поэтому это очень тяжело, да, это надо терпеть, надо много что делать, без этого никак. В 2004 году я пришла в зал, то есть уже тянула, уже я понимала, что без спорта в жизни никак. Вот, и где-то вот на протяжении 7 лет я активно готовила организм, потому что надо быть в форме. Вот, и вот в 2011 году появились соревнования, появилась эта дисциплина у нас активно уже, она тогда в Крыму развивалась, ну, на тот момент в 30 лет. Получается, что вам потребовалось 7 лет, чтобы стать успешным спортсменом? Скажем так, я готовила себя 7 лет к тому, чтобы где-то выстрелить. Знаете, как человек должен заранее, вот как свои, допустим, там, навыки. Вам потребовалось меньше? Да, да, я выстрелила очень удачно. В 2011 году вот просто база уже была, меня именно направили тренера по вот этой узкой специализации, то есть силовые, там, крепость спины, у меня это все было. А вот именно узкая специализация, что касается предплечья и кисти, вот это 2-3 месяца подготовка была. И, то есть, плюс еще немножко генетическая предрасположенность к этому повлияла, вот. Когда есть человек, допустим, готовит базу, там, свои, вот мы всю жизнь учимся, 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 мы знаем, что где-то мы реализуемся, правильно, мы всегда должны быть к этому готовы, там. Это касается карьеры, это касается спорта, там, семьи, ты всегда должен быть готов. Вот, и так получилось, что 7 лет, да, я сформировала базу, все, и мне потом очень легко удалось сразу вот выйти в такую лидирующую позицию в этом виде спорта. Ну, то, что вы лидер, это явно, но без тренера тоже этого бы не произошло. Однозначно, однозначно. Как вот он вам помогал, Николай Данилович? Да, Николай Данилович вообще, он не только мне, у нас вообще в нашем клубе масса спортсменов, именно благодаря ему люди стали спортсменами, потому что очень важно поверить в свои силы, очень важно, допустим, первый чемпионат Украины, когда он говорит, ты поедешь, ты выступишь, я все-таки, простой человек, сразу ехать на чемпионат Украины, мандраж присутствует, какая-то психологическая неуверенность, да, здесь без вариантов тебя уже составляют, говорят, ты едешь, ты участвуешь, мы заявку подали, там, все. То есть, конечно, очень важно вот эта поддержка, направление, очень важно, он сумел создать не только вот психологическую обстановку, да, и вот очень важно, он сумел создать всю материальную базу, чтобы могли мы готовиться. Ни о чем не жалеете, что сменили сферу деятельности? Вообще, абсолютно. Я получаю удовольствие от спорта, от своей работы, это вообще, это моя жизнь, поэтому я абсолютно не жалею. Значит, так должно было быть. Помимо спорта, что вас еще вдохновляет, радует? Все, опять все-таки вдохновляет, радует все то, что связано со спортом. То есть, я увлекалась после вот армлифтинга немножко, когда уже выступала, завоевала все, что возможно, увлеклась боксом. А почему нет? Почему не развиваться в этом направлении, изучить там удары ногами? Потом у меня был тренер-кейкбоксер, удары ногами, удары руками, работа на лапах, на макиваре, там, на мешках, то есть, это все тоже очень важно, это интересно. Сейчас тоже немножко другое направление, увлекаюсь мотоциклами. Человек, знаете, должен везде, как мне кажется, ну это в идеале, развиваться, да, реализоваться и развиваться гармонично и в спорте, в бизнесе, в карьере и, конечно же, в семье. Тренируйтесь, главное не сдавайтесь. Надо вот верить, что ты можешь, ты в любом возрасте, ты можешь, главное захотеть. Почему другие смогли, стали, получили золотые медали, выступали на соревнованиях, поднимались на пьедестал, а ты нет. Ты все можешь, все зависит от человека, от характера. И ничего нам не помешает. Если мы хотим, нам ни семья не мешает, ни работа, ничего. Мы найдем время, мы придем и будем заниматься. Нам не мешает, что сегодня там зима или сегодня жарко лет, и я сегодня не буду тренироваться. Если так рассуждать, мы никогда не будем тренироваться. Надо прийти, надо начать и вот проявить силу воли, характер, и втянуться. И там уже потом после этого ты не сможешь без этого жить.